В Заиграевской центральной больнице появился кабинет диализа. Предназначен он для пациентов с болезнями почек. Кабинет оборудован на четыре диализных места. Каждый оснащен современным аппаратом для очищения крови. Сама процедура длится несколько часов. Ранее местным нужно было самостоятельно добираться до ОАНУДЭ. И так три раза в неделю. Раньше в город ездил в ОАНУДЭ. Каждый день, ну не каждый день, день через день дорога туда уехать, назад приехать. Все это накладно по деньгам, например, по состоянию тоже не всегда это хорошо. То есть не все же дни ты после диализа чувствуешь себя прекрасно. Бывают дни, когда ты чувствуешь себя плохо, ну а тебе домой надо ехать. Кабинет диализа стал филиалом республиканской больницы имени Симашко. Всего в Заиграевском районе в процедурах нуждается 21 человек. На учете же стоит более 100. Здесь, соответственно, конструируются пациенты именно для оказания помощи методам диализа именно из Заиграевского района. Что, конечно же, приблизило специализированную помощь нашим жителям. И это очень важно на сегодняшний день. Потеря времени, которая была у них, вечный стресс по доезду. Это практически сейчас уходит. В Бурятии диализную терапию проходит более 500 человек. Заиграевский район стал первым с подобным центром. И у нас было несколько лет назад обращение. В течение двух лет мы готовились. Немножко ковид нам помешал сделать все необходимое. Но потом при поддержке правительства необходимые средства были выделены как на ремонт, так и на приобретение необходимого оборудования. Сейчас республиканская больница направляет своих врачей. Из местных лишь двое. Но в течение полугода ожидается пополнение. Работаем для того, чтобы медицина была ближе к людям. И вот такие жизненно важные вещи, как гемодиализ, который, повторюсь, необходим три раза в неделю, был ближе к людям. Мы в свое время приняли решение по компенсации транспортных затрат для таких пациентов. Но сейчас еще эту саму услугу приближаем к дому. Так что работаем, чтобы нашим людям было лучше. При увеличении числа пациентов помещение позволяет добавить новые места. Потенциально центр сможет принять 48 человек. Егор Кокорин, Руслан Хиртуев. Программа «Вместе» телеканал «Мир Байкал». Корректор А.Кулакова